Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. И Дилан, и Берон очень взволнованы и рады видеть результаты теста. Когда они видят, что результат неположительный, они оба очень расстраиваются. Берон покидает Дилан, чтобы не показать, что он еще больше расстроен. Ниже госпожа Азади очень взволнована и определенно думает, что Дилан беременна. А когда ты видишь господина Кудрета, ты становишься дедушкой, слышит Баран эти слова Кудрета, спускаясь вниз. Он проходит мимо них несчастный. Гуль поднимается наверх, чтобы я мог проверить Дилана. Ясмин настаивает и пытается уговорить семью Цеврей пойти на концерт. Ясмин очень расстраивается, когда Джевдит и Цеврей говорят, что они этого точно не допустят. Ясмин о чем-то думает и улыбается. Пока Дилан находится в комнате, расстроенный отрицательным результатом теста, к нему приходит Гуль. Он говорит Дилану, что сейчас не время грустить и что лучшее время настанет. Дилан говорит, что да, я уже думал об этой возможности и очень волновался, но когда увидел результат, мне было очень грустно, я не думал, что так произойдет. Когда Гуль говорит, что если у тебя есть такие чувства, то ты готов, Дилан объясняет, что это очень трудное решение, мне нужно очень хорошо воспитать этого ребенка, я боюсь, что меня будет достаточно. Роуз оказывает моральную поддержку, говоря, что эти страхи вполне нормальны, но я уверена, что ты будешь очень хорошей матерью. Он говорит, что когда придет время торопиться, ты тоже этого захочешь, ты слишком молод. Дилан извиняется перед Гулем, у тебя вечером праздник, но когда она говорит, что я тебя расстроил, Гуль говорит, ладно, нам нужно поговорить об этом важном. Когда Дилан говорит, мне больше всего жаль барана, он очень расстроился, когда увидел результат, Гуль говорит, что если вы скажете, что не готовы, он поймет и не заставит вас. Дилан решает, да, ты прав, я поговорю с бараном и скажу ему, что я не готов. Баран также говорит Ганну Кудрету, как он опечален этим результатом, чему он очень обрадовался, даже не осознавая этого. Дилан тоже был очень расстроен, но скрывал свои чувства, чтобы я не расстраивалась. Когда он говорил господин Кудрет, он тоже это имел в виду. Пока он его утешал, говоря, что вы оба готовы, вы оба молоды, не волнуйся, Дилан придет. Господин Кудрет, госпожа Кадер собиралась оставить их в покое и вышла из комнаты, сказав, позвольте мне позаботиться о них. Бэрон был очень взволнован идеей стать отцом. Впервые я теряюсь в этом чувстве. Теперь я уверен, говорит он, я хочу быть отцом, я хочу, чтобы наша семья быть полным. Глядя Дилану в глаза, Дилан спрашивает, я готов стать отцом. Итак, ты хочешь иметь ребенка? Дилан не может сказать, что он не готов и хранит молчание. Пока Гуль и Феррат сидят в своей комнате, Гуль плачет и смотрит на свое свадебное платье. Феррат говорит Гурю, что тебе не обязательно носить его, если ты этого не хочешь. Дуля оставляет свадебные фотографии в руке на кровати, кладет свадебное платье в шкаф и выходит из комнаты. Госпожа Сабиха приезжает в особняк с Хевеном на празднование. Услышав это, Хасан приходит к Сабихе и делает ей комплимент. Госпожа Сабиха не хочет, чтобы с ней слишком много разговаривали, и уходит от нее. Хотя Хасан был удивлен тем, как сильно колотилось его сердце, когда Азади Ханем подошла к нему и спросила «Удачи, твоя рука на его стороне», Хасан отмахнулся от этого как от пустяка и покинул особняк. Когда Берон спрашивает Дилана «Ты готов стать самой красивой матерью в мире?», к ним приходит Сабиха. Пока Дилан изо всех сил пытается не ответить, он говорит Сабихе «Я рад, что ты пришла, у нас много работы и выходит из комнаты». Позади него Баран думает, что он тоже этого хочет, но ему стыдно об этом сказать. Когда госпожа Сабиха спрашивает Дилана, что с вами что-то не так, Дилан предлагает выйти и поговорить. Дилан сообщает Сабихе, что она прошла тест на беременность, и он оказался отрицательным. Когда Дилан Белик говорит, что так лучше, госпожа Сабиха спрашивает, почему, Дилан объясняет свою обеспокоенность словами, «Я не знаю, что такое материнство, как быть матерью, материнство всегда было для меня огромной пустотой». Слышит их разговор издалека и очень расстраивается. Потом, когда она говорит, что Баран был очень полон энтузиазма и поэтому я не хотела быть матерью, я не могла ему сказать, я не хотела сломить его энтузиазм, Баран отступает и расстраивается, потому что я не вообще тебя понял и оставил на тебе огромное бремя. Затем он приходит к Дилану и Гэжи Сабихе и сообщает им, что отправился в компанию на тендер и скоро вернется. Госпожа Кадер очень взволнована и ей любопытно увидеть ее вечером в свадебном платье. Гуль объясняет, что она не показала альбом для того, чтобы увидеть его вечером. Пока госпожа Сабиха и Дилан гуляли, она сказала Дилану, ты будешь очень хорошей матерью, я знаю, что ты сможешь сделать это с таким большим состраданием и любовью в твоем сердце. Она пытается мотивировать Дилан стать матерью. Если страх мешает вам захотеть стать матерью, любовь преодолевает любой страх и воодушевляет вас, говоря, что у вас этого достаточно. Пока Харон думал о том, стоит ли ему пригласить Ясмин на концерт, когда Ясмин подошла к нему и спросила, хочет ли он потусоваться, Харон спросил, нет, почему. Харон очень рад, когда Ясмин просит его пойти со мной на концерт, который я давал на днях. Дилан задается вопросом о чувствах своей матери, когда он родился. Госпожа Сабиха рассказывает, как она была счастлива и какие эмоции она испытывала в то время. Когда Баран покидает тендер, к ним приходит Джавахир, поздравляет и говорит, мне нравится сильный соперник, я понимаю, почему вы хотите тренировать Дилана. Когда Баран в гневе собирался подойти к нему, господин Ктретт схватил его за плечо и успокоил. Баран сказал, что Дилан может принимать собственные решения, затем они сели в машину и уехали. Когда Дилан и Сабиха Ханым вышли и вышла Гуль, Дилан поспешно подошла к ней, сказала, что она пренебрегала ею и сказала, что нам следует сходить в парикмахерскую или куда-то еще. Когда Гуль говорит, я не могу вот так пойти в парикмахерскую, мне это не нравится, Дилан настаивает и заставляет ее согласиться, говоря, тогда мы тебя подготовим. Когда Дилан идет готовить Гуля, она встречает Барана. Когда Баран говорит, что мы можем поговорить, Дилан отклоняет это, давай поговорим позже, у нас много работы. Пока Дилан и Сабиха Ханым готовят Гуля, Джихан готовит Феррата. Харон с нетерпением ждет прибытия Ясмин, но говорит себе, что это первое свидание. Ясмин выходит, здоровается и говорит, пойдем. Роуз теперь готова праздновать, и когда госпожа Кадер видит ее в свадебном платье, она очень взволнована, обнимает ее и плачет, говоря, мой самый большой подарок – это твое счастье. Дилан и госпожа Сабиха забирают Гэжу Кадер и уходят, чтобы подготовиться. Когда Ясмин видит, что Харон очень счастлив, она спрашивает. Пока Харон объясняет, что он у него, потому что меня какое-то время не было дома, Ясмин получает сообщение о том, что концерт отменен. Харон расстраивается и спрашивает, что нам делать, вернуться ли нам. Когда Ясмин отказывается, Харон говорит, тогда позволь мне показать тебе наш прекрасный Бейкос. Пока Дилан готовится в своей комнате, приходит Бэрон и говорит, что ты очень красиво выглядишь, и извиняется за ее стыной. Когда Дилан спрашивает, почему, он отвечает, Я был так взволнован идеей отцовства, что не мог видеть твоих чувств. Ничто, что не делает тебя счастливым, не сделает счастливым и меня. Это Дилан. Дилан смотрит в глаза Барану и говорит, давай будем семьей. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...